Тверской колледж имени Андрея Николаевича Коняева принадлежит к числу старейших средних специальных учебных заведений России. Его история началась в октябре 1877 года, то есть 135 лет назад, с открытия первой в Твери ремесленной школы. Создалась школа ремесленных учеников общества «Доброходная копеечка». Купцы собрали денежки и начали готовить рабочих путейцев по дороге Москва-Санкт-Петербург. Вот с этого началась история. Затем училище переименовывалось несколько раз. Контингент учащихся и обучающихся рос каждый год. Начинали, по-моему, 17 человек всего было в этой школе «Доброходная копейка» и одна профессия. Ремесленная школа стала первым учебным заведением Тверской губернии, в котором общее профессиональное образование могли получить представители самых широких слоев населения. Кроме того, только она в условиях развивающегося промышленного производства решала важнейшую задачу по обеспечению предприятий региона квалифицированными рабочими кадрами. Между тем, одним из первых идею создания в Твери ремесленной школы высказал Петр Романович Багратион, тогдашний Тверской губернатор. Сказано – сделано. В феврале 1877 года было принято решение приступить к разработке проекта создания нового учебного заведения. А уже в октябре того же года состоялось его открытие. Учениками школы были преимущественно дети крестьян, бедных горожан и сироты. Им преподавалось лесарное, столярное и кузнечное ремесла. Весь курс обучения длился два года. Кроме этого, ремесленная школа должна была сохранять, выражаясь языком того времени, нравственность учащихся неиспорченной. То есть с молодыми людьми здесь велась и серьезная общеобразовательная и воспитательная работа. Таким образом, с первых лет своего существования ремесленная школа заняла совершенно особое место в системе профессионального образования нашего города и не уступала его никогда, несмотря на все преобразования, которые ей довелось испытать. Именно здесь воспитывали и продолжают воспитывать лучшие рабочие кадры. Своё имя колледж получил в честь первого директора Андрея Николаевича Коняева. Благодаря его работе училище стало одним из наиболее престижных учебных заведений Тверского края. Будучи человеком богатым, одним из самых успешных предпринимателей города, Андрей Николаевич тратил на неотложные нужды училища свои собственные средства. Его личные пожертвования не раз шли на погашение долгов учебного заведения. На его время пришлось в том числе и Великая Отечественная война, и восстановление техникум после Великой Отечественной войны, сложные после революционной годы. Он участвовал как раз в возведении того комплекса зданий мастерских, которыми мы пользуемся до сегодняшнего времени. Он талантливый преподаватель, очень интеллигентный, тактичный и при этом требовательный человек, который в том числе и воспитал, и выучил не одно поколение наших выпускников. До последних дней жизни он работал в колледже, отдав ему почти 50 лет жизни. Сегодня Каневский колледж – флагман среднего профессионального образования Тверской области. По результатам конкурсов профессионального мастерства и предметных олимпиад студенты колледжа традиционно входят в число 25 лучших в России. Ежегодно более 70 выпускников по специальностям технической сферы, сферы экономики и управления становятся участниками проекта «Лучшие выпускники Тверского региона». Получив диплом, многие из них остаются в родных стенах колледжа педагогами. Недавно этот колледж закончил, сам выпускник, диплом с отличием. Попал в справочник «Лучшие выпускники Тверского региона» 2011. И мне первое, о чем я думал, что я в родных стенах, мне уже здесь все знакомо. Преподавательский состав знаком, директор знаком. Здесь есть потенциал для развития. У меня дед был преподавателем истории. И я тоже решил, наверное, возможно, по стопам пойти деда, стал преподавателем. Вот я уже работаю изначально уже с 83-го года. Практически почти уже, получается-то, почти 30 лет скоро будет. Ну, работа мне нравится. Меня дети спрашивают, а что вы на нас иногда шумите? Вы, наверное, нас не любите. Я им говорю так, если бы я не любил свою работу, то я, наверное, давно бы бросил, как честный гражданин своего общества, и не стал бы работать учителем. А терпения мне на вас хватает, поэтому я продолжаю с вами работать. В наше время колледж готовит специалистов со средним образованием по 16 специальностям. Это и юристы, и экономисты, и менеджеры туристического бизнеса, бухгалтеры, мастера металлообработки, дорожники, автомобилисты и многие другие. Обучение ведется на самом высоком уровне. Ну, мы, наверное, в более таком лучшем положении находимся, чем другие учебные зрения и профобразования. Мы имеем возможность отбирать, несмотря на последние годы, что там демографический спад, меньше выпускников школы, у нас средним 3,5 человека на место конкурса. Есть очень престижные специальности. Это программирование, техническо обслуживание, ремонт автомобильного транспорта, автоматизация и так далее, и так далее, и так далее. Если посмотреть в целом, у нас процентов, наверное, сейчас 60. Мы готовим по техническим специальностям, что немаловажно. Это сварочное производство, техническое настроение, автоматизация, о которой я уже говорил. И ежегодно выпускаем, ну, в прошлом году 603 человека. 600. Это очень хороший показатель. Достижения колледжа, включающего в себя свыше 2000 студентов и 300 сотрудников, получили высокую оценку на федеральном и международном уровнях. Руководство колледжа уже много лет дружит с ведущими европейскими и американскими колледжами. У нас есть возможность студентов не только получить хорошие профессиональные навыки и умения, и развить личность. У нас есть возможность стажироваться за границей. Они имеют возможность реально работать на финских предприятиях. Они получают там сертификаты и уже трудоустраиваются, естественно, с большей вероятностью, чем простые выпускники, я имею в виду, других учебных заведений. Почему? Потому что наши все трудоустраиваются. Я могу сказать, что нас вот критикуют, наверное, последние годы, потому что многие наши выпускники уезжают в Москву, уезжают в Питер, уезжают за границу. Например, в Цернии городе, это Швейцария, администратор базы данных, крупнейшего ядерного колледжа в мире, это Володя Глафиров, выпускник Ольги Зимени Коняева. В Финляндии, в городе Оллу, на крупном предприятии работает Сережа Климашевская, выпускник Ольги Зимени Коняева и так далее, и так далее. Девочка в Америке, мальчик в Израиле и так далее. Ну почему? Потому что они востребованы, значит, они знают все, что нужно знать, а я им говорю всегда, у меня формула очень простая. Значит, профессией владеешь хорошо, компьютером, один из национальных языков и хорошая личность. Вот четыре составляющие, которые поднимает любую работодатель. Инновационная деятельность колледжа позволила привлечь к сотрудничеству с ним и крупные международные компании. Так, компания «Хитачи» на его базе открывает образовательный центр, в котором планируют готовить рабочих по производству сварочных работ и сборке экскаваторов. В ходе реализации программы стратегического развития колледжа модернизируется и материально-техническая база учебного заведения. Отремонтированы учебные мастерские, пополнен станочный парк, закуплены демонстрационные стенды, тренажеры, учебная методическая литература по специальностям, лицензионное программное обеспечение, в том числе и специализированное. Все лучшее, что есть в системах образования мировых, мы стремимся здесь применить. Это, я говорю, конкретно прикладные данные студенту, который реально будет их использовать на производстве. Как это достигается? Могу сказать. Мир еще лучше ничего не придумал. У нас существуют учебные фирмы по специальностям. То есть человек уже не только теоретически знает и практически что-то умеет делать, он занимается уже менеджментом, управлением, вы знаете, как это сейчас важно в любом заводе. И у нас вот хорошо работают, могу сказать, четыре сейчас фирмы, хотя хотелось бы, чтобы было 16 по количеству специальностей. И они получают практически навыки, отработают их на производстве. И когда приходят на реальную работу, для них нового ничего нет абсолютно, они только совершенствуются. Три года назад здесь открыли новый учебный класс по специальности «Сварочное дело». Все оборудование закуплено по национальному проекту образования. На тренажерах студенты отрабатывают три вида сварки. Тут же по графику на экране компьютера видно, где допущена ошибка. Тогда же в 2009 году при колледже открыли и станцию техобслуживания автомобилей, где студенты обучаются шиномонтажу и автодиагностике. Сегодня эта специальность гарантирует выпускникам стопроцентное поступление. Здесь работают мастера производственного обучения, причем квалифицированные, которые уже получили большой опыт на станциях техобслуживания, которые ремонтировали машины еще с застойных времен. Поэтому опыт у них очень большой. В частности, Борис Михайлович, он уже работает 40 с лишним лет на этой должности, на этой специальности. Так что он может чему-то научить детей, чему-то что-то рассказать, что-то показать. И все это, когда происходят практические занятия, все это откладывается очень хорошо в головах у студентов. После этого они идут, когда уже реально работают с машинами, то есть это для них не ново. Комплекс оборудован постами диагностики, ремонта двигателей, электрооборудования автомобилей, шиномонтажа, балансировки и работают в режиме учебной фирмы, на возмездной основе оказывая услуги всем желающим. То есть студенты во время практики получают не только навыки работы на современном оборудовании, но и навыки общения с клиентами. И действительно главным достижением и гордостью коллектива колледжа, в котором учатся свыше 2000 студентов и работает порядка 300 сотрудников, являются его выпускники. За все 135 лет обучения молодых людей колледж не получил ни одного нарекания от работодателей. Те знания, которые нам дали в техникуме, в институте, мы пользовались теми конспектами, которые были написаны в техникуме, причем даже 80% из них не пришлось переписывать. Поэтому платформа, та, которая далась нам в свое время, явилась большим основанием и стартовой площадкой, в общем-то, для многих из нас в жизни. Студентам тоже есть чем похвастаться. Внеучебная жизнь колледжи буквально бурлит. Достаточно сказать, что на протяжении последних лет колледж неоднократно становится победителем областной спартакиады средних специальных учебных заведений в общекомандном зачете. Кроме того, студенты-коняевцы регулярно занимали первые места в вокальных, танцевальных и поэтических конкурсах, признавались лучшими на самых различных всероссийских конкурсах, многократно становились победителями и лауреатами всевозможных спортивных соревнований. Все это лишний раз подтверждает тот факт, что в колледже у студентов формируют не только профессиональные, но и личностные качества. В колледже очень много, то есть можно развивать свою личность, то есть творчество, спорт, у нас очень много спортивных отделений, также творчество, фото-телестудия, у нас танцы, поют девочки, выступают. Я вот, допустим, сейчас в фото-телестудии, я работаю фотографом, фотографирую все мероприятия, которые здесь есть. Когда появляется свободное время, стараюсь уделять и учебе, и творчеству. В 2012 году колледж в качестве участника вошел в федеральную программу «Доступная среда», в ходе реализации которой здесь создан специализированный класс и адаптированы места общего пользования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот у нас сейчас уже учатся внуки и правнуки тех, которые учились очень давно, и популярность, такая вот имиджевая составляющая, не только вот по обучению, а мы стараемся не только прививать навыки, профессию, но и развивать личность современного человека. У нас хороший досуговый центр, центр развития личности, у нас много подшифрованных школ, детских садиков, монастырей, церквей, мы работаем волонтерами с инвалидами, мы работаем с пожилыми людьми. Достижения коллектива колледжа получили оценку и на федеральном уровне. Его коллектив был признан победителем всероссийского конкурса на титул «Лидер профессионального образования России» в номинации «Лидер в подготовке специалистов XXI века». За проект под названием «Инновационные технологии в научно-техническом творчестве студентов при подготовке высококвалифицированных специалистов» колледж получил гран-при Всероссийского выставочного центра. Конечно, эти громкие победы и многочисленные регалии являются заслугой всего педагогического коллектива колледжа, но идейным вдохновителем, организатором и, скажем так, главным видновником всех успехов и достижений коняевцев безусловно является Александр Борисович Корзин, директор колледжа. Педагог в высшем смысле этого слова, настоящий патриот своего дела. Однако, по словам самого Александра Борисовича, секрет успеха в работе с молодежью прост, и главное заключается в том, чтобы идти в ногу со временем и говорить со студентами на одном языке. «Надо знать, что они читают, если читают, что они смотрят, если смотрят, какие у них интересы. Я стараюсь руку на пульсе держать, значит, и сам принципиально знаю, что в клубах делается у молодежи. Сам лично все клубы прошел, встречался с нашими студентами там. То есть я как бы не где-то там сверху, теоретически говоря, я просто знаю это. И в целом молодежь очень довольна, что в курсе событий руководства, чем они дышат, да. И я очень доволен, что я могу как-то корректировать даже в индивидуальных беседах с ребятами». А потому и день рождения любимого колледжа педагоги и студенты отмечали все вместе. В зале яблоку негде упасть. Чтобы поздравить любимых преподавателей и увидеть своих сокурсников, студенты приехали со всей России. «Туда, когда приходишь, ну вот не в новое, а в старое здание, то такой аромат юности какой-то наплывает, вспоминается. Мы тогда день и ночь проводили, ну не ночь, а в смысле от заката, так говорится, от рассвета до заката. Это занятия, потом три раза волейбол, три раза гимнастика, драм-кружок был, вот. Жизнь была очень полная. «А ты вызвал на 300 человек?» «Лучшие годы были». «Вечеря классные». «Вот. Преподаватели запомнились некоторые. Дружная очень была группа». «Больше всего запомнилась наша дружба с ребятами. Вот через год будет 50 лет, как мы закончили техникум. Мы до сих пор дружим, до сих пор встречаемся и непременно мы, естественно, свой 50-летний юбилей отметим в стенах техникума. Вот это самое, наверное, основное. А еще запомнился то, что учили нас очень хорошие преподаватели, добросовестные, с опытом работы. И мы помним их, вот, 50 лет прошло, но я помню всех своих преподавателей, от общеобразовательной дисциплины и для специальных дисциплин. Прекрасные были люди, как говорят, в армии отцы. Вот это наши были отцы, которые нас старались и воспитали. О чем мы были? Мальчишки. «Если говорить о техникуме, то технически это совершенно несравненно с 50-ми годами, когда мы просто на рисуночках учились. Был, конечно, у нас маленький цех, но это были старинные станки, а сейчас все совершенно современно, великолепно. И аудитории, уже когда преподавала я, уже начиналось оснащение большое. Вот, в частности, был привезен компьютерный класс с Азербайджана, с Баку, с радиозавода. Затем магнитные доски начали входить в работу и всякие технические средства обучения. Вот так сложилась моя судьба. А теперь я посещаю, как пенсионерка, рада очень, потому как очень волнительно, потому как встречаешься со своими выпускниками. Ребята необыкновенные. Среди моих выпускников уже подполковники милиции. Есть врачи даже, кончившие техникум, и очень благодарны, что они технически подкованы. Всех собравшихся приветствовали представители всех ветвей власти. Встречаясь на уровне Центрального федерального округа, спрашивая и знакомясь с опытом других субъектов Российской Федерации, понимая, что, и коллеги на это жалуются, что во многом за течение 90-х лет было полностью уничтожено профессиональное образование. И в ответ на это я говорю, что, вы знаете, у нас с профессиональным образованием все хорошо. У нас есть колледж Лимни-Канева, о котором все слышали в Центральном федеральном округе, в Российской Федерации. И те инвесторы, которые приходят, и с которыми мы связываем руководство колледжа, нас благодарят за то, что удалось сохранить это уникальное заведение, которое нам позволяет полностью закрывать проблемы с кадрами. И отдельное спасибо, Алексей Борисович, вам за это, за то, что удалось сохранить. И мы можем действительно, как Тверская область, гордиться этим фактом. Я в свое время, как и вы сегодня учащиеся, закончил техникум. И по жизни вам скажу, что так благодарен судьбе, что она распорядилась, что я закончил вагоностроительный техникум. Тогда ваш техникум назывался индустриальным. Мы много сотрудничали в спорте и в учебе. И я скажу, что, вот при том, придя уже в институт, я был на голову выше, чем те, которые после школы пришли. Я уже был с профессией, я уже год работы почувствовал. И я думаю, вы это должны осознавать. Вы по жизни пройдете легче, чем не имея технического образования за плечами. А дальше судьба распорядится как угодно. Вы можете работать. Сегодня у вас вы получаете вот те 136 прекрасных специальностей, которые будут востребованы. И которые сегодня очень нужны, когда Путин объявил мобилизацию к 2000 году новых 25 тысяч рабочих мест. И если вы читали его выступление, вы знаете, сколько там должно прийти из среднего образования специалистов. А их действительно сегодня нет. Сегодня нет начальников цехов. Сегодня нет того звена, который давали техникум. И вот те времена, когда мне удавалось кончать. На четвертом курсе к нам пришли торговцы, которые уже разобрали нас, студентов вагоностроительного техникума. И мы уже знали, куда пойдем работать. Вот так должно быть и сейчас. Мы старшее поколение, сидящее здесь. А здесь очень приятно. Все директора техников и бывшие, и сегодня работающие. Директора высших учебных заведений. Все, кто кует кадры для нашей будущей жизни. И вот я вам скажу, что немножечко завистно. Потому что вот мы постарше, которые живем в век перемен. Один философ сказал, если хочешь пожелать человеку зла, пожелай ему жить в век перемен. Но я надеюсь, что перемены уже к вашему производственному стажу, к вашей производственной деятельности закончатся. И вы будете жить в славной, в великой России, которая выйдет на передовые позиции, чего она достойна, чего ей Богом уготовано. А вы сегодня, дорогие мои, учитесь. У вас замечательные преподаватели. У вас великолепный директор. Это не я, это выборы показали. Вы сегодня получаете образование. Но помните, что годы учебы в техникуме, в ВУЗе, это лучшие годы в вашей жизни. Поэтому постарайтесь все сделать так, чтобы эти годы были для вас счастливыми. Учитесь. Готовьте себя к трудовой профессии. Сегодня я понял, что практически весь город закончил ваш колледж имени Коняева. И горожане имеют базовое образование вашего колледжа. Наверное, наши предки, когда учреждали колледж, а его учреждало, у нас было такое Тверское добровольное благотворительное общество в 19 веке, которое называлось «Доброходная копейка». И вот это общество в 1877 году учреждало ваш колледж, наш колледж. И вот за 135 лет действительно горожане, наверное, все имеют поэтому базовое образование. Но когда они учреждали ваш колледж, они написали в уставе, что целью его ставят образование горожан общему и профессиональному образованию, но не отделяли от родственного воспитания. И за 135 лет, наверное, то, что они прописали, это на самом деле вытворилось в жизнь. Колледж является не только лучшим в области у нас, в городе, но и вот в России действительно это так. И то, что инновации, которые там происходят, самые современные, это в колледж. Сотрудничество с Финляндией, развивается сотрудничество с Германией, Англией, Норвегией. И когда японцы приехали строить завод «Хитачи», и нужно было, ну, где-то рабочий кадр найти, они заключили договор именно с вами, потому что больше нет с кем было заключать. И на самом современном заводе, который будет построен через год, ну, через небольшие, будут работать те кадры, которые подготовит ваше училище. За многолетний добросовестный труд глава Твери наградил директора колледжа памятным знаком 700 лет начала Великого княжения Михаила Ярославича Тверского. У меня Андрей Николаевич Органяев. Уважаемые студенты, выпускники, как Сан Саныч Тягунов сказал правильно, начиная от командира СОБРа, вы видели бравых таких людей, значит, с большими звездами. Заканчивая нашими ветеранами, низкий им поклон, Борис Дмитриевич Иванов, танкист, преподаватель инженерной графики. Это люди, которые сделали наше учебное заведение, вы видели вот четырех прекрасных директоров, прекрасных людей. И я могу сказать, что я горжусь нашими выпускниками, они сделали нашу историю, я горжусь нашими руководителями, они сделали нашу историю. И очень приятно, что здесь, ну, я имею в виду от исполнительной власти до законодательности, до простых ветеранов пришли почестить наш колледж. Я горжусь тем, что работаю в этом колледже, я горжусь нашим коллективом, я горжусь нашими ветеранами, я горжусь нашими студентами. Спасибо вам огромное! К праздничному концерту и студенты, и преподаватели, не покладая рук, готовились несколько месяцев. Результаты трудов оценил весь зал. Через полный пожар и века Свой малиновый небо летит Слышим звон этот издалека Это колледж, а зов нам звенит Колледж – это основа основ Это мудрость и чистый родник С каждым выпуском учеников Продолжается русский язык Для нас звонят колокола Всех нас, чтоб новое ли было И мы по золоту знамён Напишем летопись времён И пусть теперь у каждого Исна своя дорога Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Но главным в праздновании 135-летия Тверского колледжа Имени Коняева стало награждение Преподавателей, людей, воспитывающих Настоящих мастеров АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Несмотря на то, что уже сегодня коллективу колледжа есть чем похвастаться, его педагоги и студенты не собираются останавливаться на достигнутом и строят грандиозные планы на будущее. К примеру, за счет расширения спектра образовательных услуг, развития инновационной и экспериментальной деятельности и реализации стратегии в области качества здесь собираются создать региональный ресурсный центр по подготовке кадров для машиностроительных производств. Это позволит удовлетворять потребности Тверской области в высококвалифицированных специалистах. Есть и другие планы, о которых мы еще успеем рассказать, поскольку колледж проработал еще только 135 лет, а впереди у него еще 135. И еще. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...